Всем привет! Начинаем этот день с распаковки. Просто мне нужно быстрее все это разложить, поэтому я с самого утра вам это покажу, чтобы я смогла спокойно разобрать вещи по своим местам. Первое, это рюкзак, который вы уже видели. Полина помогает мне, давай. Здесь такой рюкзак. Рюкзак совсем для взрослых детей, потому что здесь даже можно заряжать повербанк. Как я поняла, здесь даже был провод. Ну, короче, еще и финал. Вот такой. Да, экспресс распаковка называется. Вот, мне кажется, круто. Полина готова в школе. Да, отлично. Следующая покупка это была Икея. Я взяла салфеточки себе, туда, где окрашиваю, чтобы вытевать руки. Шторы вы уже видели, это мы проведем на дачу. Всегда в Икеа, когда мы бываем, я стараюсь по возможности заменить наши досочки. У нас и на даче такие, и дома такие. И всегда приезжаю, свеженькие беру. Дальше у нас. Просто не поверите, у нас не было штуки для спагетти. Так было неудобно, этими вилками, ложками. Дети поставят себе и варят. Взяли вот такие тарелки. Полин, раскрывай. И пыльные. Какой суп? Для супчика. Взяли четыре. У меня запрещенки Рюша выбирал. Да, они, не знаю, как там на камере, но они не черные, они коричневые такие. Очень красивые. Добротный цвет. Вот такие. Повер, на котором мы сидим, вы уже видели. Вот, это бомба. Именно такого цвета мы хотели в зал, но очень долго сомневались, грубый, брать или не брать. Но не пожалели. Распаковка H&M. Детская, кажется. Вы не поверите. Полин, подожди, подвинься, ты мне чуть-чуть будешь доставать. Взяли Максу куртку. Сейчас очень резко начнется осень и будет небольшой проблем. Куртка, причем была вообще, ведь 15 евро. Лютик такой небольшой. Ну, такой на осень. У него есть тонкая такая дождевик. У него есть, что там такие, торчульки какие-то. Осин-тефон торчи когда-то вытащил. А у него есть кожаная, у него есть от дождя такая. А это такая, ходить уже до зимней куртки. Ему так классно. К этой куртке Максим выбрал себе вот такую шапку. Видите? Тут, конечно, должно быть М, но у нас Макс. Ему очень классно, но вы вчера все это видели. Теперь Максим говорит, я хочу, чтобы было холодно ходить в этой куртке. Полинкины джинсы вы видели, которые вчера на... Ну, она примерка была на влоге. Мы их и взяли. Она не любит у нас джинсы в обтяжку, узкие дудочки. Это все не для нее. Потому что мои ноги не могут дышать, и мне одевать неудобно снимать. Да, и она любит широкие такие джинсы. И вот мы нашли. У нее как бы были других рассветок, а это такая классная. Что еще, Полинка? Все-таки взяла этот костюм. Он был в разных оттенках. Но мне тебе он подходит. Как Полинка сказала, этот самый был интересный цвет. И тоже штанишки, они, знаете, такие... Ну, они свободные, да, такие, ничего не давят нигде. И в школу в нем можно тоже бегать. Так, в этом пакете все? Да. Это был мой пакет. Я себе взяла заколку. Я вообще фанат заколок. В любом магазине прихожу, беру заколку. Потом. Я вообще себе ничего не собиралась покупать нигде. Единственное, что... Сейчас покажу, какую вещь я шла на ней в Альфу. У Лизы увидела. Тоже захотела. Тоже пришла, купила. Но это позже. А потом, пока ходили в H&M, смотрю, там скидки уже огромные. На все, про все. И я взяла. Смотрите, что я взяла. Убирай пакетик. Вот такую рубашечку взяла. Ой, прости, Полеж. Вы не поверите, да? Просто скидка нереальная была. Все очень подходят. Я, когда надела, всем очень понравилось. Была 30 евро. Стало 5,99. Ну, я уже сейчас не буду ни мерить, ни выворачивать, ничего. Вот такую маечку черную. Мне она тоже нужна. Она такая... Сейчас объясню вам. Такого, знаете... Господи, ребят, вот ненавижу тряпки показывать. Вообще не люблю. Потом на мне будете все видеть. Это 9,99 без скидки. Штаны, которые я люблю, мои широкие. Они у меня немножко испортились. Помните, у меня две пары широких на лето. Одни были такие более классические. И вторые такие более такие легкие. Как сказать, без матных слов. Такие, прям, знаете, на чили, на расслабоне, на пляж ходить. И они у меня испортились. Сзади все в катышках. Сзади какие-то уже пошли по швам. А эти... Короче. Не суть. Дело в том, что в всех стенах уже только на даче бегать. А я хотела, или это еще не закончилось. Если вы видите, очень легкий материал. Такой прям вообще, ну... Как очень легкая блузка. Здесь есть карманчики очень широкие. Такая резинка классная. Ну, потом на меня увидите. Тоже, видите, были 25 евро. Стали 7,99. Господи. А за этим я шла. Вот здесь вот эти магазинчики. Взяла себе такие... Велосипедки. Как сказать? Нет, нет, нет. А, лосины-велосипедки. Не лосины, наверное, бриджики. Да. Наверное, бриджики. Будете все на мне видеть, смотреть и наблюдать. Это пакет из Сенсей. Мы взяли вот такую доску, которую я все хотела заказать. Это сюда вот, да, на стол. Хотела заказать, но все никак не заказывала. 10,99. Ну, вы знаете, я такое очень люблю. Это здесь поставить свечи и так далее. Полинка уже увидела повязку. Наверное, какая-нибудь прошлогодняя коллекция или что? Пока лето еще не закончилось. На улице просто 35 градусов. По-моему, повязку купили с курткой. Дальше. Помогай. Что это такое? Расскажи. Сумка в школу. Для спорта. Для спорта. Кстати, классная вот такая вот. Видите? Здесь, кстати, есть такой мини-кармашек. И большой кармашек. На спорт отлично. Нижнее белье нашего папы. Можете не смотреть. Это какие-то чеки-бумажки. Посыпай. Посыпай. Полиночка купила себе вот такую рубаху очень теплую. Вот сейчас, когда наступят осенние школьные денечки, холодное утро. И она такая мягкая и тепленькая. Стоила, если кому интересно, 18 евро. Ну, она померила, ей очень классно. Потом она увидела маечку. Там летняя сейчас все уже, это кроп-топчик, да, все уже по скидкам. Резинки себе в школу вот такие она взяла. И все, вроде бы, это Макс. Максу ничего там не надо было. У него все есть в садик. Но он увидел щенячий патруль пижаму. Получается, две футболки и две пары штанишек вот таких. 13 евро две пижамки. И он сказал, хочу пижамки. Хотя у нас тоже полный там пижам. Ну, вот и все. Вот и все. Вот и все. Теперь убираем, разбираем. И хорошего всем дня. Друзья, всем привет. Короче, Настюша в Липане. А мне сегодня нужно было съездить в Ригу. Я уже еду обратно. Пока я в Риге, Настюша там съездила по магазинам. Там прикупила продукты. Там некоторые вещи мелкие прикупила. Вот такие у нас. Я еще сегодня в городе решал вопросы насчет ещи, насчет дачи. Вот, так что надеемся, что скоро у нас с ещи, с дачи все разрешится и сможем сделать, подать новые документы. То есть мы уже подали новые документы сегодня. Мы уже подавали один раз. Нам пришел отказ. И сейчас мы подали еще раз новые документики. Кое-что изменили. Надеемся, что в этот раз подтвердят и все будет ок. Доехал, кстати, на Вирши. Что-то мне захотелось очень сильно кушать. Взял кебаб. Говорят, что на Вирши очень вкусный кебаб. Ну да. Прикольно. Там сейчас покушу и я даю. Давай. М-м-м. Так, ну что, я уже вернулся домой, да. Забрал своих. Так. Ой, какая жара у нас. У нас до сих пор 29 грамм, несмотря на то, что на улице уже 9 час. Опа, почти уже 9. Блин. И поэтому мы приехали на пляж, к выходу курса. Что? Очень красиво. Молодец. Супер, да. Всходим и скипаемся и поедем домой. Детский день и скипаться. А сколько время, что мы на пляж? Десятый час. 9 часа. Да, 9 на 7. Всем привет. Я во влоге у Чернова на канале. Знаете, у меня сегодня жесткая акклиматизация после всего. И я весь день убиралась. Да, мне нужно было убираться, убираться. Выкидывала, переставляла, намывала, стирала. Хоть мы в Риге и стирались, как бы, но я все равно столько стирки привезла. Это ужас какой-то. Очень много стирки было. И при этом мне надо было отдохнуть. У меня реально будили ноги. Что там такое? Будем смотреть или нет? Не знаю. В этот концерт может галку приедать. Может быть. Видите, здесь... Сейчас вернусь к разговору курса. И здесь что-то происходит. Что-то происходит. Ну вот, стирала, убирала. Потом мы поехали с детьми в магазин. Где он идти? Ты сказал, ты его заряжал в машине. Да, я думал, ты приспособил. Нет, я не взяла. Нет, я телефон не взяла. Я сказала, я не взяла телефон. Нужен? Ну ладно. Ты машину закрыл? Да. Съездили в магазин с детьми. Снимать не хотелось вообще. И знаете... А, приготовила кушать, все. И мне получается так, что вроде бы надо отдохнуть, потому что у меня физически даже сил не было. Но при этом в бардаке, или, например, когда там грязный пол, или пыль, или там ванна грязная, мне почему-то не отдыхается спокойно. Напишите вообще, вы можете спокойно в бардаке отдыхать? Или тоже не можете расслабиться? Мне нужно сначала убраться, и потом спокойно отдыхать. Иначе вообще не вариант. И поэтому я сегодня ходила, вся заведенная. Вроде бы хочу я отдохнуть, а вроде бы и надо убраться. Я так все медленно делала, размеренно. Постепенно. Чуть-чуть одно, чуть-чуть другое. До сих пор все не сделала. Я хотела сейчас. Но Кирюша пригласил меня на плен. Пригласил. Смотрите, только что в директ мне написала девочка. Я хочу реально поднять эту тему. Но мне интересно пообщаться на эту тему. Смотри, там какое небо. Смотри, сейчас это сюда придет. Ой, как будет. Кстати, сегодня вечером обещали грозу и дождь. Она мне скинула информацию, что литовцы очень любят Лиепайский пляж. Что они сюда приезжают. И что в Латвии это самое для них классное, красивое и очень офигенное курортное место. И что это так круто и так классно. А вот мы, мы, Черновы, мы, 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 мы видим все. В Латвии только плохое. И мы очень ненавидим Латвию, видим только плохое. Мне было настолько удивительно. Я даже сначала не поняла, о ком речь. Я даже переспросила, о ком речь. Потому что, ребят, наверное, здесь столько народу, что я не могу с мыслями собраться. Сейчас я где-нибудь присяду и поболтаю. Вот, над чем я остановилась. Кстати, видите, за мной, наверное, гроза будет. А там светло. Но очень жарко на улице очень. Пока ты толкаешь, мы по-любому и скупаемся. Да, давайте. Ева здесь. Хорошо. Вот. И почему мне это было очень сильно удивительно. Потому что... Можете, кстати, написать свое мнение. Вы тоже так считаете или нет? Речь шла о том, что... Какашки в Юрмале, здесь Тина. Ребят, наверное, если вдруг вы считаете так же, то я хочу вам сказать, что мы, наоборот, мне кажется, про Латвию говорим очень хорошо. Мы, наоборот, здесь всегда приходим на Лепайский пляж и говорим, что это лучший пляж. И если просто вы этого во влоге где-то не слышали, может быть, вы не все влоги смотрите. Возможно, в этот момент вы перемотали, переключили, отошли, моргнули, не знаю. Это же не значит, что мы этого не говорили. Мы всегда говорим, что это лучший пляж вообще на земле, что это обалденный, и как мы рады, что это возле нашего дома находится. Такая красота. Мы сравнивали пляж, например, по Латвии. Нам Лепай нравится больше всего. Вообще, природа в Латвии, она уникальная, и нам она очень нравится. Очень близка, очень нравится. Но Лепая, как родина, это просто волшебное для нас место и волшебный город. Мы, наоборот, люди, которые всегда во всем видят хорошее и позитивное. Если вдруг вам показалось как-то по-другому, возможно, просто исковеркали наши слова, возможно, сделали вывод просто по каким-то обрывкам фраз или по какому-то одному в одной фразе, например, не зная всего. Ну, как-то так, я думаю. Мне очень захотелось поднять эту тему, правда, и поболтать на эту, об этом, вернее. Потому что мне удивительно, что это кажется. Были какашки на Юрмульском пляже? Ну, так это факт. Понимаете, это факт, и это нельзя назвать прекрасным. Море вот-то классное, Балтийское, пляж красивый. Но его-то люди портят. Почему я должна сказать, что вот там плавают фекалии. Вау, как классно, ребят. Чё за лицемерие? Ну, если вам нравится, что вокруг вас говно плавает, так, пожалуйста, радуйтесь. Нам не понравилось. И это не значит, что вся Латвия непрекрасна. Если в этом году в Налии-Пайском пляже как никогда много травы, тины, а это просто природа. В прошлом году, например, не было столько. В прошлом году, там, где не выйди, то ли её убирали, то ли её не было, то ли от чего это зависит. Я же тоже не хочу там даже углубляться. Как это просто факт. Это факт, что в этом году такая вода здесь. И всё. Это просто факт. Но это же не значит, что мы не любим Латвию, что здесь некрасиво, непрекрасно, и вообще нас раздражает. Нет! Как вы любите всё перевернуть, исковеркать слова? Может быть, даже я ещё думаю, потому что мы мало с вами общаемся, показываем, где-то что-то сказали. И нам-то кажется, что... Как объяснить, знаете, у нас есть мысли в голове, мы знаем, какие мы люди. И нам почему-то кажется, что все должны тоже так думать, да? Все должны о нас тоже так думать. Например, ну... Но не все абсолютно люди видят нас. Ну, даже не слово «правильно». Наверное, не подходит. Но... Мы же в людях что-то своё видим, понимаете? И раздражает нас в людях. Что-то такое своё. Одного будет бесить, другого не бесить, другой поймёт правильного человека, другой не поймёт правильного человека. Мы очень все разные с вами. Это и классно. И просто иногда я забываю, что нужно разжёвывать всё и объяснять, чтобы тебя правильно поняли, чтобы человек не нафантазировал. Я про это забываю. Но впредь, наверное, надо, да? Всё разжёвывать, как в детском садике вам. Чтобы было всё понятно. Мне иногда, например, хочется во влогах меньше болтовни, меньше что-то говорить, хочется какой-то динамики, видео и так далее. А потом вы делаете какие-то свои выводы, а потом это как сарафанное радио расходится по городу и по стране и так далее. Конечно, нам всё равно, да, вы же знаете. Но... Да, нам всё равно. Ребят, думайте, как. Вы хотите, на самом деле. Потому что, если уж глубоко разобраться в этой философии, всё, что вы думаете, это... это ваше. И вам за это отвечать, как бы за все ваши мысли, за все ваши... всё, что у вас внутри, за это отвечать только вам, не нам. Нам придётся отвечать за то, что у нас внутри, за наши мысли, за наши слова и за наши поступки. Ну, это, наверное, отдельная уже тема, такая, более глубокая. Ну что, друзья, мы дома. Мы вернулись, мы искупались. Вода была очень тёплая, всё было круто. Вот, так что... Я сейчас прыгнул за компьютером, сейчас буду монтировать видосик. Так что, спасибо, что вы у нас есть. Подписывайтесь, ставим пальчики вверх. На сегодня, да, да. Да, давайте. Увидимся с вами завтра.